На дворе 31 декабря, 17.38 на мониторе. Хочу поздравить всех своих зрителей, подписчиков и не подписчиков, тех, кто заходили, комментировали, просто видели, слушали, что я там говорю, согласны, не согласны, абсолютно все, не критично. Хочу поздравить с наступающим 2021 годом, пожелать, чтобы он был посветлее, посытнее, получше, поинтереснее, чтобы дети были здоровы, чтобы мечты сбывались, чтобы реализовались задачи, которые вы себе ставите. Год будет интересным, он будет достаточно знаковым с точки зрения изменений в социальной сфере, с точки зрения изменений в глобальной политике. И я думаю, что скучать нам в 2021 не придется. Будьте счастливы, но хочу обратить внимание на комментарии под моими последними роликами по Донбассу и коррупции, и, конечно же, по поводу моего комментария по интервью Дудя и Птушкина. Многие мои комментаторы страдают, как мне кажется, такой болезнью, это я не претензия, это я так, наблюдение, связанное с тем, что люди, которые отличаются взглядами, привычками, национальностью, причем национальностью как в еврейском вопросе, так и национальностью в украинском вопросе, да неважно, любой национальностью, да. Это почему-то заводит многих комментаторов в состояние боевой готовности, да, они хватаются за автомат, они кричат, что все, надо что-то делать, но все пропало, клиент уезжает, да, гипс снимает. И вот это, мне кажется, есть одна из самых главных причин того, что год может быть как тяжелым, так и легким. Некоторые люди понятия не имеют, как управлять разными людьми, да, как влиять на разных людей. У всех одна единственная мысль, что если вот этот человек мне не нравится, он неправильный, он не той национальности, или он там не те вещи говорит, то только одно, да, или заклемить его позором, вступить в конфликт хотя бы вербальный, или на крайний случай, да, передернуть автомат Калашникова и идти войной. И это путь в никуда. Это путь, помните ту легенду про дракона, да, что рыцарь хотел пойти и убить дракона. Дракон там очень такой зверский был, да, принцесс воровал, да, он пришел, убил его и сам стал драконом. Вот это драконы, которые в нас живут, они делают с нами злую шутку. А те люди, которые с несколькими этажами выше занимаются глобальным управлением, они таким вот образом нарезают задачи, да. Вот люди, у которых автомат Калашникова вместо центральной извилины, да, важно, чтобы им было чем заниматься. И вот нарезая задачи им, да, что вот это украинство не такое, или это все евреи, или там, я не знаю, все боятся хабада, или еще какие-то страшилки. Вот эти страшилки, они, собственно говоря, и есть причина того, что кто-то сверху нарезает задачи, да, показывает образ врага, ну и все начинают как ни строчить комментарии, что все вот из-за этих нехороших людей, а на самом деле надо вот это, вот это и вот это. А вот и время, когда люди занимаются нарезанными им задачами, да, и происходит, ну, то теневое управление, которое незаметно. Так что я хочу пожелать в новом году? Посмотрите на привычных вам врагов с другой точки зрения. Вам вполне может показаться, что ничего там такого страшного и нет. Да, и Дудь, и Птушкин – это 35-летние представители либеральной молодежи, которая сформировалась за последние 30 лет. Это данность. Рассуждать в логике, что нельзя их допускать к управлению общественными процессами – это глупость, потому что они этими общественными процессами уже управляют. Существуют ли методы влияния? Я же не говорю об управлении. Управление – это многие воспринимают как силовой аспект, да, об колено там поломать, дать команду, этим туда ходить, этим сюда ходить, нарезать задачи. Нет, есть еще другое управление, оно называется влияние. Существует ли способ влияния на процессы, независимо от того, либералы ли в системе управления, не либералы, а евреи, украинцы, армяне, русские, англичане, ну и другие национальности. Конечно же есть, но чтобы так жить, надо очень много работать. Так вот, хочу пожелать всем в наступающем 21-м году, как говорил великий Ленин, учиться, учиться и учиться. И всегда помнить, что силовой аспект и поломать об колено кого-то – это самое последнее дело. Концептуалы знают, да, что пушки – это последний довод королей. Это значит, что в тех доводах король не состоялся. И тот, кто берется за автомат Калашникова, или тот, кто начинает силовые аспекты в комментариях, это тот человек, который признал, что и на первом, и на втором, и на третьем информационном приоритете он не состоялся. А в 21-м году желаю всем состояться в информационной работе с населением, при котором у вас вдруг в один прекрасный момент просто не останется врагов. Эта философия называется «человек-солнце». Это человек, который идет по жизни, в личной жизни, в управлении, в управлении социальными группами, не встречая противодействия. И я хочу сказать, что если вот эту философию мы все с вами примем, это может поменять вообще ход человеческой истории. Мы из планеты войн превратимся в райскую планету, когда люди даже и забудут о том, что есть какой-то силовой аспект, есть какой-то автомат Калашникова. Они научатся договариваться и говорить на понятном, сердечном, душевном языке. Вот этого всего хочу пожелать в новом 21-м году. И считаю вполне искренне, что это может изменить ход всей человеческой истории. С Новым годом! С Новым годом!